МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Граница на замке? Или какова ситуация с проникновением коронавируса извне? Таможня дала добро. Чем можем, поможем. Добровольцы Алматинской области активно поддержали республиканскую акцию Бесбергемис. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 109 миллиардов тенге будет затрачено на реализацию программы «Дорожная карта занятости» в Алматинской области. Благодаря созданию дополнительных рабочих мест в регионе ожидается реализация более тысячи социально значимых проектов. Вопросы трудоустройства граждан, а также другие темы были рассмотрены на заседании рабочей группы под руководством главы региона Амандыка Баталова. В текущем году в области будет реализовано более 1200 социальных проектов. Большим подспорьем в этом станет упрощенный порядок проведения государственных закупок. Срок их проведения сократится до одной недели. Новшество планируется внедрить на время чрезвычайного положения в стране. Непременным условием Амандык Баталов назвал обязательно участие в тендерах местных компаний. Мы получили такие деньги, и теперь самое главное, мы должны это все освоить. И нам все условия создали, даже упрощенный метод подведения итогов конкурса. 7 дней максимум вы должны уже подрядчика определить, людей туда набрать. И одно самое главное условие – людей набирать через центр занятости. За последние пять лет в рамках программы региональной занятости было реализовано более 670 проектов. Теперь предстоит сделать еще больше, подчеркнула Амандык Баталов. Около 500 проектов по ремонту и реконструкции социально-культурных объектов. Почти 80 в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Еще около 550 коснутся инженерно-транспортной инфраструктуры. В целом дорожная карта будет реализована по четырем направлениям. Первое, как мы уже говорили, это капитальный и текущий ремонт, реконструкция социально-культурных объектов. К примеру, только в сфере образования 88 объектов подлежат капитальному текущему ремонту. В 351 школе Акимам районов надо ликвидировать наружные туалеты. Это поручение президента. Вот в рамках вот этой дорожной карты мы вот это поручение можем исполнить. Благодаря антикризисным мерам в Алматинской области в текущем году планируется создание порядка 27 тысяч новых рабочих мест. Половина из них за счет реализации инфраструктурных проектов. Львиная доля финансирования будет затрачена на развитие транспортной инфраструктуры районных автомобильных дорог. Это порядка 34,2 миллиарда тенге или 33% от общей суммы бюджета. На объекты социально-культурного назначения предусмотрено около 32 миллиардов тенге. Кроме того, глава региона Амандык Баталов распорядился создать рабочие группы по вопросам занятости населения. Их администраторами выступят Акимы районов и городов области. Им также предстоит работа по формированию списков безработных граждан и высвобождаемых лиц, нуждающихся в содействии и трудоустройстве. Мы должны отчитаться за счет этих денег, сколько тысяч рабочих мест мы создали, насколько снизили уровень безработицы, высвобожденных людей переток сделали, и плюс освоение, за счет освоения инфраструктура вся улучшится, дороги отремонтируются, освещение сделает, благоустройство сделает. Рассмотрели члены рабочей группы и меры по усилению общественной безопасности на время чрезвычайного положения. В регионах увеличат число патрульных служб, а за нарушение условий ЧП будут строго наказывать. В режим онлайн с 26 марта перешли все центры обслуживания населения, а учащихся в школах с 4 апреля ждет дистанционное обучение. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ужесточения изоляционных мер в Казахстане с 26 марта по 16 апреля центры обслуживания населения переходят на дистанционное оказание государственных услуг. Соответствующее поручение озвучил глава государства Касымжом Артукаев на заседании комиссии по чрезвычайному положению в Казахстане. Для получения готовых документов в ЦОНах до 28 марта будут функционировать секторы выдачи с 9.00 до 17.00, в субботу с 9 утра до 14.00. Напоминаем, что получить государственные услуги можно самостоятельно через портал egov.kz. Проконсультироваться по вопросам получения государственных услуг можно посредством обращения в единый контакт-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный. Продолжаем выпуск. 109 случаев заражения коронавирусом на этот час зафиксировано в Казахстане. Последние 12 подтвердились в Алматы и Нур-Султане. То есть по 6 новых случаев. Отметим, двоих выздоровевших пациентов выписали из больницы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев. Министр не стал разглашать информацию об этих пациентах, ссылаясь на медицинскую тайну. Под пристальным вниманием из-за ситуации с коронавирусом в Алматинской области усилен контроль на пропускных пунктах на казахстанско-китайской границе. В частности, каждая фура подвергается тщательной дезинфекции, а водитель проходит санитарный осмотр. Всего в регионе имеется 6 таможенных постов. Каждая заезжающая фура на пропускной пункт Нуржулы как минимум два раза проходит дезинфекцию. И это только кузов машины. Также специалисты производят тщательную обработку кабины грузового авто. Все это происходит без контакта с прибывшим. Помимо прочего, каждому водителю дважды измеряют температуру. Сначала на ручном аппарате, затем на стационарном тепловизоре. Если, допустим, обнаруживается повышенная температура, лицо подозрительное на коронавирус помещается на изолятор, который у нас имеется. У нас были здесь выявлены три случая с повышенной температурой. Потом вот эти люди были доставлены в инфекционную больницу Панфиловского района. К счастью, впоследствии у них как бы не обнаруженный коронавирус. В борьбе с невидимым врагом сотрудники пропускного пункта Нуржулы прибывают во всеоружии. В настоящее время на пропускном пункте имеется порядка 20 аппаратов термометрии. Кроме этого, на таможенном посту достаточно как средств защиты, так и санврачей, говорят ответственные лица. Имеются многоразовые противочумные костюмы, есть одноразовые. В наличии в настоящее время имеется около 30 костюмов, но каждый раз мы заказываем по заявке, получаем новые. В день примерно нам нужно где-то 4-5 костюмов. У нас вообще по штату имеется 3 сотрудника по линии санитарного контроля. Кроме этого, с Панфиловского района нам отправлены 2 инфекциониста в помощь, 1 врач и 1 фельдшер. В общей сложности где-то 7 единиц медицинских работников сейчас у нас работают. Усиленный контроль из-за ситуации с коронавирусом повлиял на пропускную способность на казахстанско-китайской границе. Тем самым вдоль дороги Западная Европа, Западный Китай выстрелилась вереницей из фур. На данный момент на трассе находится более 200 большегрузов. По словам сотрудников таможни, если до возникновения коронавируса границу пересекали около 200 фур в сутки, то теперь от 10 до 15. В прохождении казахстанского пункта пропуска у водителей не возникает проблем. Образование километровой очереди связано из-за ситуации на соседней стороне. Просто в Китае там на их таможне большое скопление автомашин, поэтому они не могут пропускать много наших автомашин. Вчера только прошло 12 в сторону Китая, но вышло 37 машин, это все с грузом. Раньше по положению было, когда Китай находился в категории 1А по коронавирусу, мы останавливали водителей и ложили их на 14-дневный карантин. Позавчера вышло постановление главного санитарного врача, новое, в связи с тем, что уже из категории 1А перешло в категорию 1Б Китайская Народная Республика. Мы сейчас водителей пропускаем, большегрузных автомашин, а те люди, которые проходят через Нужалы, мы обязаны их на одни сутки оставлять на карантин и 13 дней будет на домашнем карантине находиться. В целом в Панфиловском районе на стационарном карантине побывало более 300 человек. На данный момент под наблюдением специалистов находятся 12 граждан. Фактов заражения и заболевания на приграничной территории не зарегистрировано. По словам местных властей, в целях недопущения болезни в районе проводится ряд мер. Мы приняли максимальные меры по обеспечению дезинфекции нашего города, наших поселков. Обрабатывается рынок, прилегающая территория рынка, массовое скопление людей, где замечается, в парках и так далее, возле торговых домов. Везде идет дезинфекция ежедневная. Плюс с каждым владельцем торгового дома, магазина, мы провели беседу уже, проверяли их, обязали, чтобы была в день трех-четырехразовая влажная уборка, дезинфекция, поручни и так далее. По сей день остается закрытой казахстанская сторона Международного центра приграничного сотрудничества «Харгос». Работа МЦПС приостановлена до особого распоряжения. Всего в Алматинской области находится шесть таможенных постов. На пяти из них ведется перевозка грузов и почтовых отправлений. Каждый пересекающий границу тщательно проверяется специалистами таможни и санврачами, а авто подвергается основательной ДЭС-обработке. С 18 марта, согласно поручению председателя партии Нур-Отан Нурсултана Назарбаева, на территории страны стартовала широкомасштабная акция «Безбергемес», направленная на оказание помощи нуждающимся гражданам. Сегодня Талакурганский городской филиал партии совместно с мобильными бригадами из числа волонтеров приступили к адресной бесконтактной раздаче социальных продуктовых пакетов. Их доставляют до дверей каждого адресата. В категорию получателей вошли одинокие пожилые люди, многодетные семьи и люди с особыми потребностями, для чего были и составлены специальные списки. Не остались в стороне от благотворительности и предпринимателей, которые активно включаются в этот нужный и своевременный процесс. За счет активистов, членов партии, спонсоров, это у нас компания «ТОДЖЕСУ-ДЖЕЛСИ», депутат нашего волосного мастер-хата Богдана Ольга Ематовна, она оказала спонсорную помощь в виде 150 коробок молочных продуктов. Мы будем их раздавать 50 пенсионерам, одинокопроживающим. И 100 коробок мы отвезем в отдел занятости городской, и они раздадут семьям, воспитывающих детей и инвалидов. Призываем всех наших, не только активистов членов партии, но и жителей нашего города, бизнесменов, других граждан быть вместе и оказывать в такой трудный момент друг другу поддержку. «Твори добро» – акции «Безбергемз» и «Журек Жалуа» поддержали священнослужители областного центра. С продуктовыми корзинами первой необходимости, а не объединившись с волонтерами, объехали многодетные семьи областного центра. В рамках акции посетили порядка 30 семей. Айгерым Жалкайдарова – мать-одиночка. Муж покинул этот мир четыре года назад, и Айгерым осталась с тремя детьми. Дабы прокормить семью, женщина подрабатывает в столовой. В связи с подорожанием продуктов семья переживает не лучшие времена. Делится она. Узнав о трудном положении, Айгерым и мамы, и волонтеры областного центра посетили женщину и обеспечили ее продовольствием первой необходимости. В связи со сложной ситуацией в стране посетителей заведения стало в разы меньше. Это напрямую влияет на мою заработную плату. Я работаю через сутки. Раньше зарплаты более-менее хватало, сейчас стало сложнее. Спасибо большое имамам, что пришли и поддержали мою семью. Я очень им благодарна. Обеспечили продовольствиями многодетных матерей, обеспечивающих порядок парка Жастар. Несмотря на холод и жару, они ежедневно стоят на страже чистоты. Активисты поблагодарили работниц за их неустанный труд и вручили продукты первой необходимости. Спасибо большое за оказанную нам помощь. Нам очень приятно. В это трудное время мы должны оказывать помощь ближнему. Это и делает нас людьми. По словам организаторов, они заблаговременно обзвонили одиноких пенсионеров и многодетные семьи. Многие из них, как и рекомендуют специалисты, находятся в режиме самоизоляции. Поэтому поддержка извне очень нужна. При этом организаторами соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Ребята всегда в масках и перчатках. Гречка, рис, сахар, чай и 50 килограммов муки – все самое необходимое. По словам священнослужителей, продукция была закуплена за счет пожертвований прихожан. Всего имамы и добровольцы областного центра в этот день посетили порядка тысячи многодетных семей. Помогать казахстанцам в это трудное время – наш священный долг. Мы на постоянной остове стараемся всячески поддерживать социально уязвимые свои населения. Хотелось бы поблагодарить прихожан, волонтеров, а также активистов благотворительного фонда «Зикет» за оказанную помощь. Добавим, в связи с карантином в городе Алматы имамы областного центра планируют отправить карабан с необходимой продукцией в мегаполис. В этот трудный час мы должны поддержать наших соотечественников, говорят священнослужители. Продолжение выпуска – другие значимые события. Оставайтесь с нами. О чем базар? Работники рынка вышли на переговоры с властями. От построения к орнаменту. Военнослужащая запаса освоила новую профессию. Энергетики Восточного Казахстана бьют тревогу. Специалисты уверены, средний износ энергосетей региона достиг внушительной выработки. Область с крупнейшими в стране гидроэлектростанциями из-за аварийности, передающих коммуникации, рискует быть обесточенной. По расчетам специалистов, энергопередающие сети, трансформаторы, имеют больше 80% технического износа. Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией энергосистем, четко прописаны в потребительских тарифах. Представители энергокомпании жалуются, что заработанных средств не хватает на капремонт оборудования. 18 энергопередающих организаций региона Министерство энергетики учитывает. Поэтому без поддержки они не останутся. Кормов для сельскохозяйственных животных стало не хватать в Костанайской области. Дефицит сена и соломы ощущается даже на крупных фермах, сообщает корреспондент Хабар-24. Запасы закончились еще до конца зимы. Из-за засушливого лета их не смогли заготовить впрок, а цена на сено резко подскочила. Посильную помощь хозяйствам оказало государство, выделив на покупку кормов 878 миллионов тенге. Субсидии на покупку кормов получили почти 500 хозяйств. По подсчетам специалистов, до того, как скот выйдет на пазбище, еще больше месяца. С учетом завезенного сена, фермеры попытаются дотянуть до луговой травы. Буквально позавчера было принято решение о возобновлении работы крупных торговых павильонов области, в том числе и областного центра. Однако работающие в них предприниматели, похоже, не особо и рады. И буквально вышли на митинг. Причиной послужило повышение арендной платы за место. И о чем шел диалог, и какому решению пришли стороны, расскажет Алексей Цой. Весь этот шум начался из-за плохой веси для арендаторов помещений в торговых домах Шаган, Балашак, Евразии и ЖТСУ. Руководство этих объектов с 1 апреля намерено было поднять цену за место на 10%. Однако в связи с последними событиями в стране, повышение арендной суммы отменяется. Напротив, в следующем месяце предприниматели получат скидку в 50%. Руководством Шагана принято решение о снижении арендной платы за апрель месяц на 50%. Март месяц они все простояли. У нас закрытия торговых домов и рынка не было, как в Астане, в Нур-Султане и в Алмата. Вы об этом все знаете. Поэтому за март месяц они аренду оплачивают полностью. В апрель месяц мы даем им 50% скидку. Предприниматели разделились на два лагеря. Одни утверждают, что рынок нужно закрыть с приостановлением арендной платы. Другие готовы работать и дальше, но со сниженной ценой за аренду. Решить эту проблему намерены власти города. Если сейчас 100% дадут заявление и 100% подпишут все представители торговли о том, что необходимо закрыть, мы этот вопрос поставим перед руководством торгового объекта и этот вопрос проконтролируем. Но если мнения также будут разделены на две части, то тогда те, которые требуют закрыть и с них не брать арендную ставку, индивидуально должны подойти к руководству торгового объекта, написать индивидуальное заявление. Они закрываются и за период закрытия не будут платить аренду. В итоге обе стороны пришли к консенсусу. Те, кто пожелает закрыться, закроются с приостановлением арендной платы. Другие продолжат торговать по сниженной цене за место. В столице России полным ходом идет строительство инфекционной больницы. Ее возведение ведется у южной границы Новой Москвы. Здесь будут лечить самых тяжелых пациентов с коронавирусом. Власти обещают сдать комплекс в эксплуатацию до 15 апреля. Практически половина койко-мест будет реанимационной. По словам мэра мегаполиса, медицинское утверждение рассчитано на 500 пациентов, но при необходимости можно разместить 630 человек. Как заявил Андрей Бочкорев, эта больница невременная. Она прослужит в столице лет 20, а то и 30. На данный момент большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано именно в Москве. На следующей неделе, которая станет для всей страны нерабочей, в столице планируют закрыть парки, рестораны и кафе, чтобы избежать обратного эффекта от внезапных выходных. Европейские предприятия в условиях пандемии сменили профиль и приступили к производству средств защиты и некоторых видов медицинских изделий. Так, мебельная фабрика в Польше теперь шьет защитные маски, которые уже поступили в больницы города Ополе. В больницах на севере Италии наблюдается дефицит кислородных клапанов для систем искусственной вентиляции легких. В городе Брешья стартап, занимающийся 3D-печатью, решил помочь пациентам и врачам и приступил к производству клапанов. Здесь также придумали, как приспособить маски для подводного ныряния для нужд пациентов. А в Шотландии именитый завод по производству джина теперь выпускает антисептик для рук. Стоимость производства 100 литров дезинфицирующего геля – 2500 фунтов серлингов. С помощью краудфандинга компания безвозмездно поставляет антисептик местным медицинским работникам. Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду решил уйти из клуба по окончании сезона. Об этом сообщает Diarlo Goal. По информации издания, в покупке форварда заинтересованы французский ПСЖ и английский Манчестер Юнайтед. Оба клуба сделали португальцу предложение. В материале говорится, что Роналду может вернуться в Манчестер Юнайтед, за которым он выступал с 2003 по 2009 год, при условии, что клуб попадает в Лигу чемпионов по окончании сезона. Ранее сообщалось, что Ювентус может сократить зарплату Роналду, чтобы оптимизировать расходы на время паузы в чемпионате Италии из-за пандемии коронавируса. В результате годовой заработок португальца может снизиться на 10 миллионов евро. Возможно, это и стало причиной будущего перехода, сообщает источник. К другим темам. Бархатные олени, шелковые аппликации и изящные изгибы узоров на ткани. Тело рук Мирамгуль Бекбулатова. Посвятившая свою жизнь воинской службе, будучи уже на пенсии, женщина решила без дела не сидеть. Ныне ее хобби является не только увлечением, но и приносит доход в семью. Что послужило мотивацией для начинающей рукодельницы, кто оказывал поддержку на первых порах, а также о других интересных моментах становления талантливой мастерицы, узнавала наш собственный корреспондент. Стук швейной машинки в доме бывшей военнослужащей Мирамгуль Бекбулатовой раздается вот уже на протяжении полугода. Найти свое призвание в прикладном творчестве женщину подтолкнули навыки, полученные в детстве от матери. Уроженка села Арасан Наксусского района, родившейся в многодетной семье, Мирамгуль с малых лет уделяла творчеству большое внимание. Поэтому ее выбор стал не случайным. А по словам друзей и родственников, еще и правильным. Их высокая оценка творчества Мирамгуль послужила для нее мотивацией к действию. Так за короткий срок родились более 60 лоскутных одеял и подушек, каждая из которых можно назвать эксклюзивным. Выйдя на пенсию, я, недолго думая, занялась созданием лоскутных одеял. Поначалу боялась, думала, что не справлюсь. Но навык остался. Да и поддержка семьи и друзей вселила в меня уверенность. Благо, в интернете есть мастер-классы. К тому же, это наша национальная традиция. Смысл большинства узоров неизвестен. В планах у меня открыть свою мастерскую, а также обучать будущих мастериц. Для человека, не сведущего, узоры на ткани покажутся простой аппликацией. Однако для наших предков орнамент был не только украшением юрты, но и выполнял защитную функцию в качестве оберега. В нынешнее время лишь опытные мастерицы знают применение узорных мотивов, которых, к слову, четыре вида – зооморфные, растительные, геометрические и космогонические. На сегодняшний день их насчитывается более двухсот наименований. По словам Мирамгуль Бекбулатовой, ее клиенты зачастую полагаются на ее вкус. А потому во всех изделиях нет повторяющихся сюжетов. Свой первый заказ для приданного своей старшей дочери я сделала у Мирамгуль несколько месяцев назад и не прогадала. Ее работа отличается высоким качеством, колоритом красок и богатством узоров. Недавно у меня появился повод снова обратиться с таким же заказом, но уже для второй дочери. Я рада, что нашла такого мастера. При этом считаю, что такие рукодельницы, как Мирамгуль, возрождают древнее ремесло. Лучше один раз увидеть. По этому принципу творческими успехами своей половины с гордостью делится с друзьями ее супруг Уахит Бекбулатов. Видя первые попытки Мирамгуль, он всячески поддерживал ее. По словам мужчины, Мирамгуль занимается полезным делом. По мнению Уахита, лишь так можно сохранить национальные традиции и возродить орнаментальное творчество. К слову, о поддержании традиций и обычаев казахского народа говорит и подготовка семьи к наурызу. Эрымшек, корд, наурыз кузе и другие блюда приготовлены заботливой хозяйкой для встречи наурыза. В последнее время я стал замечать, что большинство старинных традиций казахов постепенно возрождаются благодаря мастерам прикладного искусства. К примеру, резьба по дереву. И это, несомненно, радует. Вот и моя супруга вносит посильный вклад, создавая курак-курпе с национальными мотивами. Я считаю, что такие традиции и обычаи должны активно пропагандироваться среди молодежи. Так мы сохраним наши культурные наследия. Курак-курпе или одеяло в стиле пэчерк вот уже много лет покоряют своей самобытностью и красотой национальных узоров. Традиции наших предков возрождаются благодаря умению талантливых мастериц, а значит, будут сохранены для будущих поколений. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин